К берегам Кубы прибыла уже седьмая плавучая электростанция. Этот флот, вырабатывающий электроэнергию, арендован у турецкой компании. С его помощью на Кубе намерены хотя бы частично решить проблемы с электричеством. Отключения света по всей стране кубинцам уже давно привычны. Но в последние месяцы ситуация стала невыносимой. Электричество отключают на 4-6 часов дважды в день. Турецкие плавучие электростанции оснащены двухтопливными двигателями – генераторами, турбинами и бойлерами. Они могут работать на газу или мазуте. Семь кораблей будут в общей сложности вырабатывать 400 мегаватт энергии. «Это электричество поступает в общую энергосистему, а не в какой-то один регион страны. На Кубе вся энергосистема связана, и электричество распределяется по всему острову». Власти также объявили о намерении купить дизельные генераторы, а кроме того, начать ремонтировать старые мазутные электростанции, построенные больше 30 лет назад. Кубе для удовлетворения минимального спроса необходимо производить 3000 мегаватт энергии. По факту вырабатывают только 2-2,5 тысячи мегаватт. Энергетические проблемы Кубы, наверное, самые болезненные последствия глубокого экономического кризиса. Его причиной стало плохое управление экономикой. Сыграли роли санкции США. Ситуация также ухудшилась во время пандемии коронавируса. Помимо прочего, кубинцы страдают от нехватки продовольствия, лекарств и топлива. Людям приходится стоять в длинных очередях, чтобы купить товары первой необходимости.